Сегодня можно всё! С кибер-клуба своего молодого человека. У них там турнир, а так погода хорошая, народу много, классно. А чем планируешь ещё здесь заняться? Я думаю, как они там закончат, мы потом пройдёмся, прогуляемся ещё здесь, по кругу. В палатке видеоигр проходил турнир по футболу. Битва была не шуточная, ведь главный приз – 3000 рублей наличными и сертификат в специализированный магазин на 5000. Почему ты решил именно в турнир поиграть, а не на другие локации? Потому что мне это интересно, я сам играю в FIFA. И здесь выпала возможность посоревноваться, побороться за приз. И возможность выиграть тоже подкупает. Гости праздника посещали разные интерактивы. Кто-то не хотел отходить от привычных видеоигр, а кому-то было интересно попробовать что-то новое. Например, поиграть в большую дженгу или проявить себя в джампинге. Всего для молодёжи организовали около 40 площадок. Нужно выбрать слово и в команде его написать на чистом листе бумаги. Сейчас мы пишем слово какое? Мама. И это был не единственный способ порисовать. Любой житель мог попробовать себя в каллиграфии. С помощью пера и чернил под руководством наставника нужно было изобразить собственную надпись. А если с чистописанием дела шли не очень, то для желающих организовали и самый настоящий мастер-класс по граффити. По словам представителей этого направления, очень здорово, когда свободным художникам дают порисовать на больших холстах в красивом месте. Мы рисовали порисовать граффити сегодня на Дне молодёжи. Нам предоставили эту возможность, предоставили площадку. Поэтому мы очень рады этому заняться легально. Особенно, когда какой-то праздник. Это очень заряжает и очень весело. К нам подходят дети, интересуются, как это что, взрослые какие-то свои шутки весёлые шутят. Но не рисунками едины. В парке были установлены и более классические интерактивы. Например, большие крестики-нолики. Играли все возрасты. Современные забавы, о которых стало известно всего пару лет назад, также были в наличии. Например, игра «Громкий вопрос». Правила достаточно просты, нужно ответить на задачу. Но сложность в том, что участники из-за надетых наушников совершенно друг друга не слышат. Поэтому читать приходится по губам. Не забыли и про семейные ценности. На мероприятии организовали мастер-классы и для родителей, и для детей. Пока младшие члены семьи резвились на детской площадке, молодые мамы и папы могли сплести панно из луговых трав. Получалась интересная и вкусно пахнущая композиция. На празднике было около 40 организаций. Именно они создавали активности и мастер-классы. Сегодня члены Молодежной Думы подготовили очень интересную интерактивную программу. Пять комитетов включились в данную работу. И самая интересная программа, которая будет у нас из всех, это финансовая грамотность для ребят, которые должны отгадать купюру определенного страны, и за это получат определенные призы. И, конечно же, это полоса препятствий, которую организовали совместно со спонсорами. Данная полоса препятствий представляет из себя различные состязания. В конце концов, ребят получат памятные призы. Организация подобного праздника – вещь достаточно сложная. Власти города проверили каждую площадку. Кстати, подготовка ко Дню молодежи началась еще весной. Вопрос организации всегда важный, потому что у нас коллеги, наверное, перестали спать еще в мае месяце, когда готовили это мероприятие. Здесь у нас стоят представители молодежных организаций города и всей области. И это очень здорово, потому что каждый имеет возможность показать то лучшее, что происходит у них в сфере молодежной политики. Спасибо не только организаторам мероприятия, но и тем, кто будет выступать сегодня, кто уже выступил, кто будет выступать на сцене. И малая, и главная сцена притягивала зрителей. Возле колеса обозрения диджей играл современную музыку. А на основной площадке проходили другие активности. Песни с танцами, викторины с призами и, конечно, награждения. Отметили тех, кто внес вклад в развитие молодежной политики. Награждал жителей города вице-губернатор Владимир Куимов. Молодежная программа не может быть статичной. Она должна и обязана просто изменяться каждый год и даже каждый квартал. Сегодня это уличные виды спорта. Завтра это интеллектуальные клубы. Послезавтра это молодые ученые. Или это микс, который происходит одновременно. Организаторы праздника старались подстраиваться под самые разнообразные интересы. Ведь люди от 14 до 35 лет, именно в этот диапазон по закону входит понятие молодежь, имеют абсолютно противоположные увлечения. Кому-то по душе может быть лото, а кому-то изучение чего-то нового. Дарья Полищук, Артем Замоскин, 6 канал.